Глянь сколько денег им дал. Что у тебя с глазами? Она ничего не видит, куда он бежит. О, красиво! Свиньей орудует. Ты видел, как она свиньей орудует? Я Броня Рент, действующий командир Среброгребых Стражей. В настоящем я арестовываю подозреваемых в заговоре с целью подстрекательства к восстанию. Ганте, Март, будьте готовы бежать. О, началось. Началось. Что, все? Не поймали? Устранить все угрозы безопасности Белобога это мой долг. Вечерочек, ты на канале Ганте Геймс, где мы с тобой играем в разные игры и мы продолжаем играть в Хонкай Стар Рейл, не теряем времени и читаем книги. Но прежде чем начнем, сообщаю. У меня есть страница на Бусте. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Бусте. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Дискорд для общения и обсуждений Хонкай Стар Рейл, хорроров и много чего еще. Жду тебя там. Все ссылочки в описании. В Герте, в Герте у нас еще одно есть. Руководство ассоциации пышных причесок. Руководство ассоциации пышных причесок космической станции содержит крайне субъективные мнения. Давай читать. Так, название ассоциации. Ассоциация пышных причесок Герты. Руководство ассоциации. Современная наука стремительно развивается, тогда как до самоопределения человечеству еще очень далеко. Наш долг, как исследователей, помочь другим легче отличать наш отдел от других, поэтому мы решили выразить свой индивидуальный стиль и поработать над внешним видом. Мы должны показать себя со всех сторон, а не носить банальную одежду. Мы убеждены, что в результате эволюции наши головы возвышаются над телом не только потому, что внутри находится мозг. Голова выполняет самую важную задачу, она нас определяет. Следовательно, разработка уникальной пышной прически является ключевым этапом на пути познания личности. Только так на этой космической станции мы сможем разглядеть человека под слоем науки. Девиз ассоциации. Форма каждый день, уход каждую неделю, укрепление каждый месяц. Цели ассоциации. Главным образом мы нацелены на работу с исследователями и персоналом космической станции Герта. Развитие индивидуальности, быстрое реагирование на конфликтные ситуации, освоение техники химической завивки и продвижение энергии пышных причесок во всей вселенной. Супер! Давай теперь еще одну успеваем. У руководства флориографии прилагается буклету «Народные знания от языки цветов Белобога в одном руководстве». Вот тут, наверное, много, да? Каждый цветок имеет свою уникальную историю язык. Разные цветы нужно дарить разным людям. Причем, прежде чем преподносить цветок, изучить его флориографию, чтобы он попадал под конкретные потребности. Маркиза. Флориография. Благородный, красивый, изящный, совершенный, нежный и невероятно очаровательный. История маркизу трудно выращивать, и ее цена достаточно высока. Когда-то давно жила некая дама, которая отдала за этот цветок все свое состояние, поэтому он был назван в ее честь. Этот цветок по-прежнему пользуется любовью у элит, кому стоит дарить статусные люди из высшего общества. Первоснежник. Флориография. Чистая невинность. Прекрасные воспоминания. Воспоминания о невинности. История. Давно-давно первый снегопад называли первым снегом. Первый снег всегда приносил много радости и сулил хороший урожай. Теперь большинство жителей Белобога не знают, какая история стоит за этими цветами, но прекрасные воспоминания о прошлом города передавались вместе с этим цветком, который не боится холодов из поколения в поколение. Кому стоит дарить пожилые люди и дети. Летний бамбук. Флориография. Независимый, сильный, не боящийся трудностей, упорный. История. Технически это не цветок, но он имеет большую декоративную ценность. Говорят, что давным-давно деятели искусства использовали его в качестве музыкального инструмента. Из-за ощущения теплоты, которые несет этот цветок, он также полюбился выдающимся белобожским писателям прошлых эпох. Кому стоит дарить? Деятели искусства, творческие люди. Круглый пион. Флориография. В терпении высокие достижения, чувствуя вечности и бесконечная любовь. История. Круглый пион – настоящее сокровище среди цветов. Он цветет только раз в году, и каждое цветение длится меньше месяца. Когда цветок распускается, он чрезвычайно красив, что и объясняет его высокую ценность. В Белобоге существует неписанная традиция. Если сделать предложение возлюбленной перед цветущими эпионами, ваша любовь будет длиться вечно. Кому стоит дарить? Возлюбленные. Солнечник. Флориография. Теплота. Единство. Оптимизм. Стремление к светлому будущему. История. Даже в темноте он будет расти и по направлению к солнцу. Говорят, что это любимый цветок Алисы Рент. Он вдохновил бесчисленное количество людей своей тягой к солнцу и всегда считался символом теплоты Белобога. Кому стоит дарить? Подходит для большинства людей первым выбор для официальных и деловых встреч. Алиса Рент. Это вот что-то броня Рент. Как Оля Рент. Это что-то какая-то из их семьи. Семицветик. Флориография. Простая красота. Жизнь в моменте. История. Говорят, что до вечной мерзлоты это был полевой цветок, который можно было увидеть только на обочине и дороге. Сейчас он также довольно распространен и мало кому не доставляет удовольствия его радужная красота. Кому стоит дарить? Недорогая цена. Делать его подходящим практически для всех. Супер. Все, давай, давай. Идем дальше играть. Смотри, проходим быстренько. Что тут у нас есть? Это... Ой, это не то. Так, 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 так. Подарочки. Ой, я не посмотрел, меня там брали. Это хорошо. Я рад вам помогать. И... Так, достижения давай сразу. Какие-то достижения. Всплеск костей. Начните ход Циньсюи в состоянии закрытый конг. Три хода подряд. А, ну это... Это... Окей, ладно. Так, обучение. Что за обучение? Урон пробития типа стойкости. Используйте физические огненные атаки для пробития и уязвимости, чтобы повысить урон пробития. Так это я все знаю. Что это такое? Это пробитие? Не, нет. Что, что, что? Оно исчезло. А, хер с ним. Так, письма. За отметку. Давно не видели, дорогие слушатели, это Зарянка. Помните нашу последнюю встречу во время гастролей? Тогда я сказала, что у меня есть неисполненная мечта и несколько фрагментов, которые ему нужно собрать воедино. Я с нетерпением жду дня, когда мечта исполнится и я смогу поделиться ею с вами. Фрагменты же превратились в музыку. Мой альбом Инсайт выходит сегодня. Благодарю вас за неизменную поддержку. Я надеюсь, что этот запоздалый сюрприз понравится вам. О, послушать. И что это? Титра закуска. Существует два очка. Техники. А это что? Нот, упавшись с ней во свода, можно использовать для незначительного повышения уровня следов персонажей. Так, это я зачем-то взял отдельно. От всего. Все, больше ничего не будет? Больше ничего не будет. Получить все? Супер. Так, журнал путешествий. О, получаю. Я совсем забыл, что тут. Получаем, получаем. Еще два получаем. Красиво, хорошо. Все, уйди. Миссия освоения. Нам такое недоступно. Презентация талантов. Это за милую душу. Прыжки. Утешительная музыка крыльев. Срок истекает на закате. Искрящаяся фиксация. Ага. Вот это, короче, со свиньей, которая была в прошлой серии, нам помогала. Де-ра-кор. Если я правильно запомнил. Так, не сюда. Не теряем, не теряем время. Не теряем. Журнал путешествий. Идем. А, тут что-то могу взять? Нет, тут ничего нету. Это мы еще такое даже не прошли. Подарки получаем. Все. Чуть-чуть осталось. Все, давай. Короче, мне написали, что зарянка самая норм для, если ее выбить, то она мне в отряд подойдет. Так что не будем брать девчонку с этим, со свиньей. Будем брать зарянку. Сверхспособность активирует состояние концерт, благодаря которому все союзники могут выполнить действие немедленно. После атак союзников состояние концерта наносит дополнительный урон. После атак союзников зарянка восстанавливает энергию. Ты будешь петь? Да, она в натуре поет. Так, а что у тебя за поддержка? О, у него какое-то поле, у него какое-то поле. Что за поле, что за поле? Во! Ага, то есть он попадает в поле и ему плохо. Повышает урон все союзников. Супер. Берем. Мы бьем первый. Поддержка. Да давай себя ты поддержишь. А так, это... Это как ее? Как ее? Сушан, да? Это Сушан? Пробиваем. Я же правильно помню? Сушан, все правильно. Герта и Наташа. Групповая атака? Ну, конечно, групповая атака. Хлобысь по нему. Ой, они нас, слушай, они нас сильно бьют. А, можно я вас ускорю? Я вас ускорить хочу. Позвольте. Я не могу... А, это не ускорение. Ха-ха-ха, они вы ускорены. Одиночная атака. Давай, посильнее снимем. И снимем ему. Да. Это что за цыпа? Это что за цыпа был? И давай Зарянка теперь. А, ты поддерживаешь. О, мы под музыку играем? Класс! По кайфу. Мне нравится, я... Ты не видишь, но я танцую. Ой, я случайно. А, то есть это ограниченное время? Класс! Мне нравится, мне нравится. А, то есть надо было его все-таки бить, а не ребят. А можно мне музыку погромче? Так, окей. Давай пробивать его. А сколько она будет активна? Я, я, я не совсем понимаю, как работает вот эта штука ее. А давай восстановим. Ля, она стоит, поет, стоит, поет. Все прекратила. Эээ, не прекращай. Ну, эта музыка мне нравится, но у нее прикольная. Та-та-та. Та-та-та-та. Интересно, она на каком языке? На каком языке она поет? Так, ты его пробьешь? Нет, ты его не пробиваешь. Значит, мы керачим его до победного. Отправляй. Отправляй. Цыпу своего запускай. Блять, опасный цыпленок. Видел, как он присел на них и все. Отсадил, считай. Круто, мне понравилась зарянка. Это классно. Так, теперь берем девчонку со свиньей. Пошли, быстро, быстро. Топаз-щитовод. В начале боя призывает щитовода, который автоматически атакует противников. Объем наносимого щитоводом урона с течением боя повышается. Щитовод сопровождает топаз во время исследования открытого мира. Он также может находить неоткрытые сундуки. Да, вот эта тема прикольная, но я не вижу... Ой, глянь, бежит за нами. Но я не вижу смысла просто его сохранять. Сохранять. Опа. Что ты сделал? А что я сделал? Почему он исчез? Ладно, хрен с ним. Я не прочитал? Ну да ладно. Начинаем. Так, ты подержи, наверное, давай ее. Раз на то... А можно мне сюда тоже зарянку пихнуть? Что это такое? Свинья. Может помочь ей? И сразу запускай. Класс. Класс, класс, класс. Где мышка моя? Я теряю мышку. Да, бьем. А почему на левого не попало? Я не понял. Так, давай защиту. Давай на нее. Ты сейчас будешь всем защиту раздавать. А что поделать? Видишь, не зря раздали. Вообще наполнил. Ах, по мне попал. Ты что? Ну, по мне. Помар. Поддержка. Так, поддерживай. Давай ее. И вот эту запускай. А я так понимаю, она рандомно выбирает в этот момент кого-то. Решила выбрать себя. Ну, а что поделать? Опа. Опа. Свинья, слушай, тоже нормально бьет. Так. Теперь давай вот так. Чтобы всех хватило. Так, ты нам всем давай прокачивай, прокачивай, прокачивай. Да слушай, мы... Я уже научился играть. Так, мы берем вот сюда. А, почему не убили? Давай, Март. Ты будешь всех поддерживать. Так, один дурачок... Второй дурачок восстановился. Тут не восстановится. Но мы его сейчас добили. Супер. Ага. И добил его. Отлично. Ну, этого мы сейчас просто добьем. Все, добивай его Март, и мы пошли дальше. Две минуты, все готово. Нет, не хватило, ты прикинь. Все. А она ему просто по щечину дала. Леща отвесила, и хватит с него. Я согласен полностью. Так, теперь у нас даже Март есть. Давай проверять Март. Накладывает щит на одного союзника. Немедленно контратакует, когда атакует союзника со щитом. Может наложить статус заморозка на несколько противников. Просто если ее сравнивать с тем же Авантюрином. Да, я же правильно сказал Авантюрин. То он сразу щит всем дает. И вроде как Март после каждого нападения на щит сразу пробивает всех. О, тут Даньхэн. О, наша старая команда. Все, все по стандарту. Давай, Ганте. Сначала всем раздадим. Как положено. Да, 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 да. Давайте мы просто... Блин, это будет долго. Ага. На главного давай. Просто пробивая их всем. Как положено. Вот так. А, и он сразу бьет. Но я не успел снести. Я не успел снести. Ну, Март, ты попытайся, но это бесполезно. Это бесполезно. Давай попробуем. Ну, видишь. О, давай. Мы сейчас пробьем его, да? Это же будет хорошо. Да, блин, он не пробился. Сейчас Ганте его пробьет, и он отойдет назад. Супер. У меня прям тактика огонь. Бей всех. Ну, их нахрен. А, пробивай его. Сейчас восстановится вот этот. А, нет, он помер. Неплохо. Эээ, это все ерунда. Прекращай. Ты сейчас помрешь. Давай вот этого. Чтоб он не мешался нам. И будем тебя потихонечку пробивать, пробивать, пробивать. И в итоге пробьем. Все, завершайся. Тоже. Ну, где-то 2 минуты у нас уходит. На это дело. Так, она уже была. Но она не последняя, Ханья. Не последняя. Пацаны, от очки навыков отряда. Повышат скорость и сил атаки выбранного союзника. Ну, я что-то смотрел. Какой-то ролик. Или что-то я такое видел, что она... Что она может... Короче, какой-то сильный урон. Может, это ребята в дискорде мне писали. В моем. Кстати, подписывайся на мой дискорд. Ссылочка есть в описании. Я там тебя жду. Там люди общаются. Там весело. Бывает. Так, ну меня... Что-то мне что-то повысили. Бьем его. Сразу же пробивай его. Не давай ему ход. Потому что следующий ход, это его ход. Супер, он упал. Пробиваем. А, то есть я мог... Давай, бей его сразу. Не ждем. Не ждем. Я прям не тормозил. Одиночная атака. Подожди, а что до этого... А, это сила ее была. Так, следующий... Ага, мы. Все, у нас больше нету сил. О, все. Какая-то атака у нее сильная. 17 тысяч нанесла. Неплохо. И последняя... Последняя, кстати, не помню. Не помню. Сю-э-и. Сю-э-и. Я ее вообще ни разу не видел. Сверхспособность игнорирует тип уязвимости противника и истощает его стойкость. Получает заряд каждый раз, когда союзник истощает стойкость противника. После накопления заряда выполняет бонус-атаку. Бонус-атака, это примерно... Это примерно... У нее татуха. У нее на груди татуха. Получается... Ой. У-у-у. Нифига себе она рванула вперед. Я не ожидал. Что-то я хотел сказать, забыл. Ладно, это не страшно. Получается, мы давай тебя бьем. О, у нас тут... Сразу... Вся-вся-вся рать собралась. Одиночная. По-хорошему бы вот этих ребят еще добить всех. Но они в самом конце пойдут только. Восстанавливать пока... Вот надо. Надо восстанавливать. То есть он автоматически выбирает сразу... Пройти... Ой. Нет, я зря. А можно отменить? Блядь, нельзя. Ладно. Я просто... У-у-у, неплохо. Сразу используй свою силу. Они восстанавливаются? Они бессмертные? Ну-ка. Вот это было... Это было красиво. Так, а почему она... О, сразу используй. А почему она... Четыре звезды? Она что-то нормально так била. Так, мне случайно запись не... Постараться не отключить запись, как у меня было в прошлый раз. Представляешь, это просто косяк. Отключил запись? Я в шоке. До сих пор я не могу... Понять, как так получилось. Вот мы все, все... Нет, почему, почему? Не... Не поднимайся. Она поднялась. Ну, нормально она так наносит, слушай, урон. Но мне плевать. Мы сейчас тебя быстренько добьем. Во, ну какие-то еще дополнительные наносят уроны ей. О, она почему-то восстановилась. Не знаю, что происходит, но... Мы закончили. Кайф. Теперь бежим в прыжки. Как можно быстро в прыжки перейти? В прыжки быстро здесь перейти нельзя. Берем вот это. Достижения даже заработали. Неплохо. Чистили еще не постоянно. Выиграть одну битву с Ханья и Сюэ в отряде. Вообще без проблем. Без проблем. Теперь мне нужны прыжки. Сколько у меня? Пять. То есть я могу еще купить. Этих штук у меня не хватает. Вот эти штук у меня хватает. Давай еще пять. А, я только пять и могу взять. Супер. А если я захочу вот эту штуку взять, у меня не так много. И сколько мы можем взять? Всего восемь. Блин, ну мне понравилось, как она поет. Давай десять. Ну, надеюсь. Надеюсь. Зарянка прикольная. Я чисто из-за песни ее хочу взять, понимаешь? Это... Просто... Рацио Лоча. Она со своими песнями. Не получил. Не получил. Заяц ведь на месте. Заяц, сука, на месте. Кто нам там? Ханья. Ладно, хорошо. Ханья неплохая. Март. О, даже двух дали. Но... Блин, давай, давай попробуем в этой песне. Сука, мне понравились песни. Беру все. А что мне, по одному? Или он мне засчитает все подходы? О! Еще один взяли. Нормально. Так, это серый... Нет, серый не берем. Серый... Нам не нужны. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть. Чуть-чуть совсем. Подтвердить. Говорит, нет. Подтвердить. Отменить. Ну, давай быстренько по одному прыжку. Авось. Авось повезет. Просто, в любом случае, я вот... Что еще переживаю? Мне в любом случае тратить эти билеты. Ну, потратим по одному. Это займет время. Заяц на месте. Хорошо. Давай по одному. Это, конечно, красиво. Но, мне кажется, по одному долго. Ну, это эффект ожидания, понимаешь? Эффект ожидания. Эффект ожидания, что сейчас что-то вот появится. Блин, дайте... Ну, я выиграл лучу. Это было хер пойми когда. Это было очень давно. Дайте мне, пожалуйста, получить суки персонажа. Дайте, пожалуйста. Уже я сколько потерял вообще? Если там говорят, что 70 прыжков сделаешь, и уже будет доступен тебе персонаж. То есть, выпадет пятизвездочный. Я сделал уже больше, чем 70. Что за... Идет какой-то этот подсчет странный. Дайте мне его, и все. И разойдемся. Я буду проходить дальше. А то у нас осталось... Остается полчаса. А интересно, на единичном вот этом заходе зайца тоже бросит в сторону? Все, я вроде выговорился. Мне хватило. Я просто теперь жду. Ожидаю, как и ты. Я просто надеялся, что мы получим пятизвездочного. Ну че вы, жалко вообще, да? Она должна песни петь в моем отряде. Так, главное по столу не стучать, а то у меня микрофон все чувствует. Она должна петь в моем отряде. Ей отведе... Да хватит. Ей отведено место. Я хочу, чтобы эта музыка сопровождала мои битвы. Алло. Давай. Давай, вот музыка, сменись. Как думаешь, сменилась? Я думаю, нет. Дуньте на зайца. Подойди, столкни его с перона. Два осталось. Ну два так два. Ну ну че, ну че, че поделать? Зараза. Как так? Кому-то, охерон, за 6 прыжков выпало. Ну? О, подожди. Почему? Почему? Да ты, ёпта, вымыть. Иди в жопу, ханья. Я уже удивился. Думаю, сменился цвет. Был синий. Стал... Какой там был? Фиолетовый? Розовый? Сменилась музыка? Да ладно? последний да да вот вот так а вы залежь если бы там еще было и ахер он все это это все чудо сука последний билет чудо по-другому это не назвать да я переведу дух короче так 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 эдолоны давай быстренько быстренько пошла прокачка в начале боя накладывать на союзника с наименьшим процентом hp щит равный 24 процентам от защиты март 7 плюс 320 единиц на 3 хода а как она определит когда у всех одинаковое количество жизней так дальше 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 на что это это кто это зарянка цветовой конус экипировать экипировать тут много есть что это занято 33 так у меня нету четыре так это все для нее да и нет у меня четырех четыре звезды было вначале будет скорость всех союзников повышаться на 12 ниц на один ход вначале будет силу атаки всех союзников повышаться на 8 процентов этот эффект не может складываться с эффектами подобного типа дальше после использования или получения владельцам атаки дополнительно восстанавливать 4 ниц энергии этот эффект может сработать только один раз заход но и вот это мы прочитали слушай я пока поставлю вот это если ты знаешь мне можешь подсказать конусами то ради бога подскажи экипировать давай его сразу усилим я пока на него все возьму наложить наложили он у нас теперь пятого уровня супер повышаем авто добавление разу повысим его возвысим пока мы ее по полному сейчас прокачаем все супер на нас теперь их очень мощная должна быть а я еще сразу же ее прокачаю следом следом смотри повышаем уровень отлично давай и о сил атаки уже 200 отлично возвышай у нас для нее как раз все есть и повышай вот так отлично отлично просто супер мы забираем что билетик серый отлично так что у нас здесь световой конус тебе давай дадим 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 давай тебе дадим вот такой экипировать айдолон у тебя сразу же еще есть когда союзник с эффектом сверхспособности ханья побеждает противника и действие продвигает вперед на 15 процентов этот эффект может сработать только один раз заход отлично так теперь у нас что есть а еще следы у вас же появились давай следы тело таки повышаться на 4 процента есть все пока у тебя больше ничего нету след у ханьи а где ханья а то есть ханья тело так и повышаться на 4 процента отлично хорошо что не потратили видел там эта штука была зарянка переходит в состояние концерт который позволяет всем союзникам кроме самой зарянки выполнить действия немедленно состояние концерт повышать силу атаки всех союзников на 15 и 2 десятых процента сил атаки зарянки плюс 50 единиц каждый раз когда союзник выполнят атаку зарядка наносит один раз дополнительный физический урон равный 72 процентов от своей силы атаки это такая имеет фиксированный критический шанс равный 100 процентам и фиксированный критический урон равны 150 процентам состояние концерт зарянка получать иммунитет к эффектам контроля до окончания состояния концерт она не может начать свой ход или выполнить действие Когда на панели порядка действий начинается ход Обратного отчета состояния концерт Зарянка выходит из состояния концерт И немедленно выполняет действие Обратный отчет имеет собственный показатель скорости равной 90 Пиздец, что я сейчас прочитал? Я не понял Тональный резонанс повышает критический урон всех союзников на 5% После того, как союзник атакует противника Зарянка дополнительно восстанавливает 2 дни своей энергии То есть я могу что-то из этого прокачать А, это доп, доп, это будет дополнительно Давай вот этот и прокачаем Хрен с ним Когда у нас что-то появится, мы еще потом прокачаем Кто-то еще у нас есть? Больше никого у нас нет В рацию, в рацию Мне сказали, что ему можно световой конус сменить Мы меняем ему световой конус на вот этого вот Пацана какого-то В начале боя скорость владельца повышается на 8% А его урон на 12% Этот эффект снимается, когда владелец получает урон И снова появляется в конце следующего хода Не обращаю внимания, но вот это просто он не прокачанный Мы его сменяем Мы его усиливаем Мы его попробуем наложить А у нас ничего нет Поэтому мы попробуем его усилить Попробуем его возвысить Вот так Теперь мы делаем А Что, это у нас не хватает на него, да? А, я так чуть-почуть буду его повышать Ну, что делать? Нам же нужен сильный рацию, правильно? А сколько у меня там конусов-то осталось? Погоди А то я сейчас вообще конусы потрачу А они мне может пригодятся Может зря столько на рацию Хера А где конусы? Подожди Персонажи Цветовой конус А, вот сменить Ой, да у меня их еще очень много У меня их еще очень много Давай тратить А, ура А, все Супер С горем пополам Сколько у нас осталось конусов? Ты еще до хера Так, что у нас по тебе? Усилить Наложить Нету Все, у тебя он прокачанный Так, по тебе, Лоча Что? Тридцатый Можем ли мы наложить? Усилить Наложить Не можем И Так, и где у нас Где у нас зарянка? Это вот Нет, это не зарянка Она у Хани была, нет? Это сервал Блин, я так по тебе не разберусь Вот она, вот она А, у тебя пять звезд уже Ой, наложение пятого уровня А, так усилить Че это мы? Ну, я ж, я так и думал Что мы что-то не доделали Сейчас начнется игра Начнется игра Но сначала у нас будет чашелист О, супер А, давай глянем Сколько у нас осталось А, так, это мне сюда Сменить О, я все потратил Прикинь Ну, теперь мы вообще мощные Мы мощные Я просто все потратил Никуда А, так бывает Так бывает А, ну там же можно было наложение делать Ай, ладно, все, в жопу Пойдем, короче, делать чашелист Я думаю Нам ничего тут не помешает с ним Так Обучение Как мне? А, отряд Подожди, отряд Я меняю отряд Я меняю на зарянку Добавить Лоча Так, все у нас 30 Супер Супер Просто супер Я иду теперь Как это мне сделать? Сейчас, сейчас, сейчас Я соображу Это вот сюда Так Опа Какие-то две тренировки добавились О, до этого мы не будем играть Пробить и уязвимости с помощью физических и огненных атак повышает урон пробития Ну, давай Неожиданно Неожиданно Представляешь, я не знал Используя физические и огненные атаки для пробития и уязвимости, чтобы повысить урон пробития Когда уязвимость противника с фотокой максимальной стойкостью пробивается, получаемый им урон пробития повышается Окей Так, мне пока это что? Это что? Так, понятно, с ним мы не справимся Так, она его может бить Супер, бей Мы сейчас опять пройдем Это быстренько Сейчас бы уже пошел чашелист, но видишь, как получается, как получается Давай пробивайте вот этих ребят Пробить и уязвимости с помощью физических и огненных атак повышает урон пробития Ага Пусть будет так Так, ты его не делаешь, давай вот так, значит Бей А, это сейчас петуха своего пустишь, да? Вот еще Да что такое? Еще ее петух Очень хорошо нам это Помогает Ой, я не того, я не того Ага, все, пробиваем его Не успел Но сейчас давай, не теряем времени Все, отправил его Теперь мы отправляем тебя Вот так мы делаем Все, отлично А, в смысле второй бой? Какого хера? Так быть не должно, так быть не должно О, что ты наделала Мне это, мне это крайне не нравится Давай, бей их всех Я был не готов к тому, что их будет два Так Пробиваем, нормально, у нас жизни много Все равно это не наши ребята используются Все, мы ее тоже пробиваем Когда уязвимость противника с высокой максимальной стойкостью пробивается Получаемый им урон пробития повышается Ой, надо было вот этого Ага Пробиваем О, мы его прям уничтожили Вызывай петуха, вызывай петуха Не жди, не жди, вызывай петуха Все, петух справится Господи, какие вы тяжелые Не то использовал Я поторопился Вот, она пробилась И все, завершили Отлично Так, вот еще там Эти собрали Кристаллики наши Урон пробития Эффект пробития Чем выше эффект пробития персонажа Тем выше наносим Наносимый им урон пробития Окей Окей Чем выше эффект Пробития персонажа Чем выше наносимый им урон пробития Это я понял. На этом уровне эффект пробития сушан значительно повышается. Пробитие уязвима из противника с помощью сушан. Да нам и одного хватит. А, ну и... А он на нас будет нападать? А я думал не будет. Все, да? Опа, а я сразу использовал, ты смотри. Неожиданно. Наполовину сразу, бах. Так, давай полностью тебя пробиваем. Теперь надо вот этого опустить. Подальше. А он сразу очнулся, ты посмотри. Нехило так, нехило. Сразу две цели? Ты какой-то слишком мощный, тебе не кажется? Отправили на него петуха, все. Сушан-то уже, слушай, ее прям что-то много пихают. Заметь, у нас за эту серию одна сушан. Одна сушан и ни одного сюжета. Так, теперь я тебя бью. Мы заканчиваем. Отлично. Завершили. Отдайте нам мои вот эти штучки все. Хотя я потратил уже... Окей. Это мы сделали. У нас тут все готово. 5 из 5. Это, видимо, могут они добавляться. Так, чашелист. Чашелист золотой. А, подожди. Вот у нас был Ярила 6. А появился новый. Сточный проход. Вот здесь где-то. Отслеживать. Вот впереди. Страна создания в форме с точным бутоном с золотыми тычинками, пестиками. Так, ну это все то же самое. Окей. Где у нас Зарянка? Опа. Вот она. У нее даже нимб есть. А, погодь. Погодь. А я могу выйти? Я могу выйти? Или это сейчас запрещено будет? А, нет, могу. Я там один судачок не взял. Вот здесь. А, так, и что у нас с мусоркой? Возможно, вы заметили, что да, в этом городе невероятное количество мусорных баков. Кто-то однажды предложил сократить их количество или ввести налог на мусор. Но это только увеличило количество мусора на улице. Теперь люди в этом городе пришли к единому мнению, что мусорные баки еще одна визитная карточка Белобога. Все. Пойдем, пока нас не заметили. Мы же убежали отсюда. Так, вот здесь мы не пройдем. Запертая дверь. Ворота закрыта. Устройство управления должно быть где-то рядом. Так, что все-таки произошло? Почему Верховная Хранительница послала арестовать нас? Так, вы и будете отвечать? Нападать на ничем непоминных людей, которые собрались ложиться спать? Вот наглость. Так, я забираю сундук. Атмосфера рядом с ней была какая-то тревожная. Наше предчувствие нас не обмануло. Так, все, больше никуда нельзя. Давай поколдуем. Опа, поколдовали. А там еще ребята есть. Что это? А, я забыл уже. Ой, рацию, я к тебе не привык. Просто ускоряйтесь и делитесь сами. Все. Просто если такие противники будут быстрые, то это будет отлично. Так, это что? Ага. О, она стреляет. Класс. Шли с золотой. А, так. Тут уже посложнее противники будут. Но я уже сразу возьму к себе поддержку. Так, если я правильно помню. Это Сакура читается. Так, поддержка. А я пойму. А я пойму. Там должно быть три иероглифа. Вроде как. Три иероглифа. Или два. Слушай, или два, или три. Нет, вот, наверное. Наверное. Вот. На японский манер. Точно, точно. На японский манер два иероглифа. Так, нам нужны кто? Тут что-то другое будет, да? Заморозка, ветер и... Как раз что. Так, заморозка, ветер и желтый. Так, заморозка, ветер и желтый. Это в самый конец мне листать? Или не в самый конец? А, нет, вот она прогрузилась. Заморозка. Ооо, так. Это кто? Янь Цинь. Такого не было, давай. Так, если все правильно, Сакура, это ты. Там напиши в комментах, что я точно правильно выбрал тебя. А вы сами делитесь. Опа, он его проткнул просто. Неплохо. А это интересный тип. Сакура, откуда он у тебя? Ты мне расскажи. Я что-то... Я сколько играю, я такого не помню. Как они у вас оказываются вообще? Вы так давно играете, что они когда-то появлялись? Так, и теперь сражение, видишь, не в холоде, а уже в городе. Чашелист. Ну, теперь будем этот чашелист. Я думаю, он же будет больше приносить, да? Чем дальше мы будем находить чашелисты, тем больше. Ага. Присмотрим. Это уже какой-то аватар начался. Чем дальше будут появляться чашелисты, тем они будут больше приносить хороших вещей. То есть уже нет смысла идти в эти снежные пустоши и пойдем только туда, сюда точнее будем приходить и все будет как надо. А, еще был тип у забора в... там где тачка стояла, как сказать, в Белобоге, когда там чувак за забором стоял. Я его вроде перепрошел, но я это не записал. Он там два раза еще появлялся и что-то ему плохо стало, а он убежал. Вот такой краткий экскурс был. Сакура, спасибо тебе, что ты мне помог. Было очень приятно, что ты мне помог. А если ты хочешь попасть в мое видео, как Сакура, и помогать мне тоже в чашелистах, то ссылка в описании есть на мою группу в ВК, там есть обсуждение. И там можешь написать свой ник, чтобы попасть в мое видео. Буду рад тебя тут видеть. Так, теперь мы это сделали. Мы это сделали, супер. Опа, что это? А, это, это штука. Так, там что-то есть, подожди. Какая карта? Мне нужна карта, чтобы понять, что... Ага, туда мы можем пройти. То есть нам четко вниз идти, значит вниз пока мы не пойдем. Мы пойдем, да ребят. Я буду петь вам, я буду вам петь, я буду вам петь. Вы что, не понимаете? А мы их сейчас быстро завалим. Я тебе говорю, у нас теперь такие мощные ребята, что они просто чихнут и все. Нет, слушай, они какие-то... О, она же еще им какие-то... Она же улучшает их, да? Она дает им какие-то бонусы. А чего вы такие жесткие? А, ну они же красные там были, окей. Зарянка, я тебя для чего качала? Ну давай, херачь их как это... Как не в себя. Они не должны вообще очнуться. Второй бой, давай. Давайте быстрее, что это за дела? А он еще живой. Ничего себе. Так, хорошо. Птицы, птицы вы уже быстро бьете. Она начала петь. Класс. Вот теперь даже играть при этом, понимаешь? Вот за это я и брал ее. Эх. А можно оставить. Можно оставить. Отлично вообще звучит. Ценный сундук. Но тут особо ничего нам не дали. Побежали. А то глядишь, что что-то до себя еще сможем прокачать. Это что такое? А, жизни. Ой, надо было своей силой, да, наверное, воспользоваться. Ну да ладно. Пожалуйста. Оформляйте. А, да вы по одному разу их ударите. Тут один рацию справился. Просто в одиночку загасил всех. Берем сундучок. Ага, дверь не откроется. Это нужна вот эта штука, значит. Все, дверь открылась. Окей, сократили проход. Там нельзя прочитать, что написано. Наверное, там что-то интересное. Ай, она издалека бьет. Надо запомнить, что она стреляет. О, ясно. Пожалуйста. Раз, шлепни, и мы пошли дальше. Так, ну мы пока четко по сюжету, да, идем? Так, так, ага. Тут особо никуда не получится свернуть, как я понимаю. Как бы нам не хотелось это сделать. То есть я могу вот сюда свернуть. А, везде закрыто. Ладно. Тут есть сундук, по крайней мере. Ой. Ой-ой-ой. Не то нажал. Сюжет? Подождите. Здесь среброгривые стражи. Будьте осторожны. Не привлеките их внимание. Должно быть, они вошли с другой стороны, чтобы перекрыть нам выход. Лучше избегать прямого столкновения. Найдем другой путь. А если я не хочу избегать столкновения? А, то есть... Ага, то есть вы мне не дадите туда пройти. О, это не честно. Я считаю, что так быть не должно. Что это? Ага. В обход... Да что такое? Вместо F нажимаю E. Не похоже, что эти ворота свободно открываются. О, гляньте, на вон тот механизм. Выглядит знакомо? Да, мы видели такой в мастерской сервал. Я не помню такого, что вы рассказываете. Вы там без меня, походу, были. Нужно как можно быстрее разобраться с этим. Стражи не собираются от нас отставать. Да я же сделал все. А, вот так, вот так, вот так. Я пойду возьму себе штучку. Отлично. Взяли. Так, F. F. Зараза, F. Пожалуйста. То есть он нас бить даже не будет. Все, он зачарован. Он зачарован нашей шикарной музыкой. А вы простые, да, все? А, ну да. Давайте по одному. Кто там? Ты? О, да тут рацию всех перехерачит. Все, супер. Пойдемте дальше. Ну, с такими противниками не успеем мы песни, блять, попеть. Я для чего ее брал? Собрать. Что это? Ищу друга, быстрое прочтение. Поэтому мы в телефонную водку зайдем, позвоним. А к нам туда, а я хочу сюда. А я хочу к вам. Подождите. А, опять то же самое? Дайте. Отсук, а. Не дают мне даже прицелиться. Ладно. Будь по-вашему, я возьму вот эту штуку. Опа. Вот так. Так, что у нас тут еще есть? Вот это, вот это. А она может сразу как бы их бить, чтобы они умирали, нет? Вот, видишь, она сразу его пробила. О, это что за прикол? А, нужны сильные атаки? Так, я сам не буду, короче, играть. Они как-то без меня быстрее справляются. Со мной у них как-то очень плохо все получается, я заметил. И это нехорошо. Сундучок, взяли. Вот тут мы не потеряемся. Тут все идет по сюжету. Вот этот мне нравится. Не вижу, чем открыть ворота. А, вон там. Там монстр, сначала нужно с ним разобраться. Откройте инвентарь, чтобы увидеть расходные предметы. Что? Выберите расходный предмет. В свое время использование расходных предметов может помочь в исследовании игрового мира. Рукавицы гнева могут дать бонус атаки всем персонажам. Увеличить силу атаки всех союзников на 5% плюс 170 к силе атаки в следующем бою. Используйте рукавицы гнева, чтобы усилить всех персонажей. Нажмите, чтобы использовать. Просмотрите эффект статуса. После использования расходного предмета эффекты будут показаны в области эффектов усиления предмета. Окей, хорошо. Все, я могу играть? Используйте расходные предметы, чтобы справляться с любыми опасностями, подстерегающими на пути. Окей, некоторые расходные предметы обладают специальными эффектами, которые вступят в силу в ближайшем бою. Окей. Я еще хотел вот это задание выполнить. Где оно тут? Миссия. Вот это вот. С пум-пумом. Оно мне просто не нравится, что оно меня тут отвлекает. Мне не нравится, что оно меня тут отвлекает, поэтому... Ой, это что? Проверить структуру цепи. Мне просто не нравится, что оно отвлекает, а... У нас много сейчас заняло... Не понял. Это как так? Подожди, подожди, какая-то ерунда. Вот так. Вот. Автоматический шмель. Пожалуйста, следуйте инструкциям по панели и подтвердите путь зондирования. Осмотреть. Чего? Хорошо, взглянем на панель управления. А куда ты поехал? Стой, не уходи. Прикол, нашли себе друга какого-то. О-о-о, здравствуйте, господин. Я... Ой, стой, тихо, пою. Я песню запевал. Я только рот открыл. Ах ты, скотина. Давайте вы, короче, с ними сами разбирайтесь. А то это не дело. Давай, начинай петь. Надо сделать потише эффекты и звук игры. А, чё, всё? Почему вы так быстро с ними справляетесь? Роскошный сундук. Получены предметы. Три звезды? Это не роскошно. Роскошно это 4 и 5 звезд. Вот это я понимаю роскошно. А то, что вы тут мне предлагаете, это всё ерунда. О-о-о, так и знал, что здесь что-то будет лежать. Надо поближе пробегать. Нас там ждёт вертолётик наш. Ждёт. Вот это я возьму. Сундучок я возьму. Мы тут всё сделали. Когда мы уже возвышение получим, у меня там столько всего. Я там вообще супер мастер на все руки. Ты куда сейчас пойдёшь? А мне сюда. А я пою песню. Я пою песню, отстань. Ой, я аж два раза, аж два раза запел песню. Вот это я даю. Давайте быстрее разбирайся с ними. И мы пошли. С ними, по крайней мере, сюжет проходит быстрее. Я думаю, ты уже петь начала, когда ему помирать. Да, вот только Зарянкой плохо, что она начинает петь сразу. Открыли. Да я понимаю, что там открылось. Я не дурачок. Всё, нам теперь вертолёт, который должен нас спасать, да? Ты сейчас куда пойдёшь? В указанном направлении обнаружены препятствия. Пожалуйста, сводите дорогу. Какие препятствия? Что тебя смущает? Кажется, автоматону что-то мешает проехать. Надо расчистить ему дорогу. Сейчас я достижение заберу. Подожди. Автотамататон. 100 разрушаемых предметов. Есть. А что тебе тут мешает, автомататон? Или как тебя там? А, ты туда летишь? А, нам туда, наверное. Ну куда? Побежали. В указанном направлении обнаружены. Куда ты? Чё ты это? Ты за... Опа. Из препятствия завершена, можно получить новый сундук. А я думал, он по сюжету куда-то ведёт меня. Автоматон просто улетел. Класс. Прикольно. Автоматон мне нравится. Автоматон. Надо было такой себе ник придумывать. Автоматон. Опа. Думали, не замечу. А я довольно внимательный человек. Так, что у нас по карте, где мы находимся? Мы уже дошли. Практически до туда, докуда нам надо. Даже сюжет пошёл. Осторожно. О, понятно. Она, она, она. Действительно, даже хватило времени на засаду. Смеете недооценивать меня? Всё. Даже пострадав от коррозии фрагментума, это место всё ещё часть Белобога. Здесь был наш дом. Стражи знают его как свои пять пальцев. Хватит игр в кошки-мышки. Бросайте оружие и идите с нами. Какая же ты приставучая. Что за преступление мы совершили? Наверное, какое-то очень тяжкое, раз ты готова столько за нами гоняться. Мне приказано вас арестовать. Судебная коллегия определит степень вашей виновности и должное наказание. Ты ведь видела нас вчера, помнишь? Госпожа Коколе приняла нас как почётных гостей. Что такого могло кардинально поменяться за одну ночь? Госпожа Хранительница изучила ваше прошлое. Она вызвала меня к себе вчера вечером и рассказала, что вы её обманули. Ваши личности и цели сфабрикованы. Вы пытаетесь свергнуть власть архитекторов. Ой, ну что за двуличная ведьма? Публичное оскорбление Верховной Хранительницы только подтверждает тяжесть ваших преступлений. Опустите оружие и сдавайтесь. Да, это было лишнее, Март. Мы просто теряем время, Март. Ясно только одно. Нельзя, чтобы нас поймали. Что ж, если выхода нет, то, может быть, пришло время отведать мощи Звёздного Экспресса? Ооо, сейчас мы ей нахлестаем. А где она? А сама решила не появляться. Она понимает, что она огребёт. Так, ты только не начинай петь. Не начинай петь. А, всё? Ах. Пригнись. Вот можно мне побольше таких роликов? Я их так долго ждал. Госпожа броня. Я справлюсь с этими злодеями. Сама. Ооо, всё. Забивай свою песню, Зарянка, давай. А, тут вот так получается. Эй, ёпте. Просто сразу ей. Всё, забирай. Поддержка. Давай, поддержим. А, я не могу выбрать, кого поддерживать. Только она себя может поддерживать. А, понятно. Ооо, всё, мы поём. Я даже ничего говорить не буду. Пусть поёт. Эх, жалко так быстро. Мы с тобой завершили всё. Эта девушка довольно сильная. Эй, Даньхэнь. Может быть, пришло время показать свою скрытую силу? Только после тебя. О, зануда. Нарушители, сдавайтесь. Вам будет гарантирован справедливый суд. Ой, простите, не хотел испортить момент. Это ещё что? Как много роликов, мне нравится. Что такое? Не могу дышать. Я могу сказать лишь одно. Сампа никогда не бросит в беде тех, кто ему помог. Я сам поговорю то, что думаю. И думаю то, что говорю. Молодая Коколя, они будут страдать и жертвовать собой. Мой приказ принесёт смерти. Их встретит не смерть. Они будут вовлечены в зарождение нового мира. А как жители подземья? Они потеряют защиту архитекторов. Они увидят во мне тирана. Ты видела мир, который мы обещали. Временное недопонимание ради вечного процветания. Мы исполним твоё решение. Я поняла. Я поняла. Ох, перестань, твои игрушки не настолько опасные. Тогда почему он ещё не проснулся? Просто он спит слишком крепко. Разве ты не слышал, как он разговаривал во сне? Бедный ребёнок, будто кошмар снился. Скажи мне честно, Сампа. Что ты собираешься делать с девушкой из Надмирья? Что собираюсь с ней делать? Дождусь подходящего случая и отправлю её обратно вместе с остальными, конечно же. Погоди. Ты чего это? Ты совсем не умеешь врать. Сампо-коски. Сампо-коски? Чего? Я собирался брать её с собой. Не собирался. Дым был слишком густой, я ничего не понимал. Даже не заметил, что тоже затянул её сюда. Что ты задумал, Сампо? Почему ты так отчаянно пытаешься втянуть себя в Ела Надмирья? Если хочешь привлечь ещё больше внимания от Дикого Огня, то продолжай в том же духе. Ну нет же, в первую очередь, Сампо-коски заботятся о своих друзьях. Они всегда мне помогают, поэтому я во что бы то ни стало должен отплатить добром за добром. И вообще, а что Дикий Огонь? Кто знает, может эти люди будут полезны. Но вдруг... И почему ты отправил их разгуливать по подземью? Да ладно, это лишь недоразумение. Я быстренько их найду. Эх, та девушка. Найди её как можно скорее, а затем не спускай с неё глаз. Подземья закрыта больше 10 лет. Дети уже не помнят, как выглядят люди сверху. Если вдруг появится девушка в форме среброгривых стражей... Что Дикий Огонь сделает с ней? Что они сделают с тобой? Да понял я. Отправлюсь прямо сейчас. Присмотришь за ним, пока меня не будет, хорошо? А сам, по-видимому, неплохой. Как он нам показался в начале. Эй, Соня, похоже ты уже проснулся. Да знаю, что тебя Наташа зовут. Хватит мне эти вопросики показывать. Проснулся, проснулся. И где мы? Ярила 6. Просто Ярила 6. Можно использовать щиты для обмена. Это что? Камнеград. Воплощение горнодобывающей промышленности Белобога. Многолюдный, унылый и удушающий промышленный город. Полная противоположность административному району. Ага. Так, что у вас тут есть? Так. Я сейчас тут все у вас пособираю. Я не буду далеко уходить. В Камнеград мы не пойдем. Давай с ней просто поговорим. А когда придется выйти, мы просто пойдем. Я же не могу ни с кем, кроме нее поговорить. Да, так и есть. Ни с кем не могу поговорить. Этот меня вообще стул перекрыл. А, вон я еще что-то вижу. Подожди. Все, я готов. Как ты себя чувствуешь? Что-нибудь болит? Нет, мне намного лучше. У меня мигрень по всему телу. Я видел странный сон. Намного лучше. Хорошо. Ты был в отключке некоторое время. Я уже начал волноваться. Ты говорил о каких-то странных вещах. Что ж, наконец-то ты проснулся. Попробуй пошевелить своими конечностями. Я Наташа, врач подземья. Ты провел в моей клинике целый день. Приятно познакомиться. Меня зовут Гантэ. Что? Это подземья? Это твоя клиника? Меня зовут Гантэ. Мне тоже. Ты такой вежливый. Сампа ушел разбирать свой беспорядок. Так что я пока присмотрю за тобой. Судя по твоему текущему состоянию, не думаю, что есть повод для беспокойства. Выглядишь совершенно здоровым. Так что если не возражаешь, пойду проверю других пациентов. Почему я потерял сознание? А что за цифры появились? Нас преследовали. Сколько... Сколько с нас? Где мои друзья? Почему я потерял сознание? Сампа сказал мне лишь то, что ты был... Что ты без сознания, но не сказал почему. Тем не менее, наверняка это все из-за него. Он любит возиться со своими устройствами. В любом случае, клиника уверена, что никто из вас не пострадал. Нас преследовали. Сампа рассказывал мне, не волнуйся, сребровые стражи не последуют за вами под землю. Мы были отрезаны от покверхности на долгие годы. Они не появились здесь даже тогда, когда нам было хуже всего. Конечно, я не знаю наверняка, зачем архитекторы приказали запечатать нас. Может быть, благодаря вам они наконец нас освободят. Дикий огонь давно пытается этого добиться. А я нажму сейчас 3. Ах, тебе не о чем беспокоиться. Ты просто спал. Мне даже не пришлось ничего делать. В разговоре с Сампой немного преувеличило. Но этот парень задолжал мне. Пусть уж лучше добудет лекарств. Где мои друзья? Они уже давно не спят. Первым очнулся молодой им на волосы парень. Сампа взял его с собой. Твоя шумная подруга тоже ушла сразу после того, как проснулась. Думаю, гуляет где-то неподалеку. А что касается девушки в форме среброгревых стражей, я сказала Сампу приглядывать за ней. Но похоже она убежала, как только он вышел. А кто такой Сампу? Мне нужно с ними встретиться. Давай, кто такой Сампу? Хороший вопрос. Он человек-загадка. Утверждаю, что является простым пограничным бизнесменом, но я не знаю, чем можно заинтересовать обитателей Надмирья. В любом случае, у него удивительно большое количество связей. Через него мне удалось получить срочные медицинские препараты, и Дикому огню он очень помогает. Как бы то ни было, я не думаю, что у него злые намерения. Дикому огню? Это народная организация. Считай, что это среброгревые стражи только дружелюбнее. Спасибо, Наташа. Я премного вам благодарен. Пока. Не, давай, спасибо, Наташа. Не надо благодарности. Долг врача лечить. Мне нужно найти Март-7 и Даньхена. Откуда мне начать? Все, у нас пошел... Так, а мы где? А, то есть нам нужно выйти, и мы начнем ходить вот здесь. Значит, мы на этом и завершим, когда мы подлечились. Вот, не знаю, на красивом фоне. Зарянка синяя, тут все синее. Классно. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего. Субтитры сделал DimaTorzok